Доброе утро, дорогие мои садоводы! Вы еще не знакомы с лаконосом? Тогда давайте сегодня знакомиться. Сегодня мы с вами посмотрим, как размножить это растение. Либо осенью самосевом, а если у вас его еще нет, вариант первый. Можно посеять его осенью в рыхлую почву. Вариант второй, сохранить его до весны. Но весной, перед тем, как будете высаживать, обязательно вот эти маленькие ягодки, семена, замочите как минимум на сутки в воде. Но лучше с добавлением вот такого препарата эпина. Мы уже приготовили раствор эпина, поэтому первое, что мы делаем, поскольку он еще и красит, все-таки защищаем свои руки и смотрим, как мы будем его сажать. Сажать его очень просто. Первое, что нужно взять, это рыхлый почвогрунт. В данном случае я беру грунт-биот, потому что он уже с добавлением комплекса минералов, витаминов и широта крупного рогатого скота. Вот так его насыпаем. Он уже с дренажиком. Собственно говоря, проблем никаких нет. Аккуратненько разравниваем. Для того, чтобы семена были с лучшей схожестью, добавили мы в водичку эпин и как следует обрабатываем почвогрунт водой с добавлением эпина. Вот так обработали, подготовили. А теперь берем и аккуратненько, я пользуюсь ножничками, вот так срезаем наши плодики. И раскладываем их по поверхности. Можно хаотично, можно рядами. Здесь, как подсказывает ваше творчество и как подсказывает ваше настроение. Разбросали, разложили. Вот лопаточкой разравниваем. Разровняли. И присыпали опять грунтом. Глубина заделки небольшая. Сверху сбрызнули. Можно накрыть пленочкой, можно стекло, можно так оставить. И у вас появится очень много маленьких лаконосиков. Берегите это растение. Даже если боитесь его использовать в пищу, хотя бы пусть у вас сад будет очень декоративным. Потому что когда это растение цветет, оно завораживает своими взглядами, дарит хорошее настроение и вам, и окружающим. Субтитры подогнал «Симон»